Приветствую вас. Я думаю, что вопрос, который вы задаете, условно говоря, можно разделить на две части. Это вопрос юридического характера и вопрос, собственно, психологического. По вопросам юридического характера, я думаю, вам имеет смысл обратиться в раздел юриспруденции, там вам дадут ответ. Я с твоей стороны могу сказать, что если родители подадут на своего сына в суд, вот именно подадут в суд, то есть запустят процесс, то да. Возможно, его действительно как-то могут наказать, возможно, его действительно обяжут работать, вот. Но это всё уже будет решаться непосредственно в суду. Что касается психологического характера, то здесь в первую очередь нужно исходить из того, какие отношения между вами, я так понимаю, что вы родственник, между вами и этим человеком, и если он крадет, как вы говорите, с раннего возраста, с 14 лет, что подобное вряд ли является чем-то необычным. И, на мой взгляд, несколько странно то, что, зная об особенностях человека к воровству, родители оставили, в общем-то, без присмотра, да, свой денежный счёт. То есть он был незащищён, с него легко мог снимать деньги человек. То есть это немного странное поведение, я бы сказал. Так. И, соответственно, возникает вопрос. А какова ответственность родителей за то, что случилось именно родителей? Они вообще, ну, при делах, они вообще, как бы, освещают свои действия. Вот. То есть если сын ворует, то у него может быть и, например, лудомания, у него может быть клетомания, у него может быть какая-то зависимость, вот. Я просто не очень понял, что значит, попадал на компьютерные игры. Ну, что это значит, и почему он раздаёт друзьям. То есть, знаете, воровство, это всё-таки, ну, обычно ворованные не раздают. Что значит, если человек что-то украл и раздал, то это смягчающее обстоятельство. То есть, как бы, он же, типа, не для себя украл, да? Вот. И есть у меня такое ощущение, что человек сделал это, чтобы почувствовать себя более, ну, нашим более важным, более ценным. А это, в свою очередь, означает, что в иных случаях он себя не ощущает таковым. Это вопрос. И вопрос, в первую очередь, опять же, к родителям и к тому, как они выстраивают отношения с ним. С ценным. Я имею ввиду. Вот. Такая примерная история. Что касается того, как жить с ним под одной крышей. Значит, здесь всё упирается в мораль. То есть, в принципе, в принципе, если для вас, вот, у вас, эм… моральные нормы, правила таковы, что вы считаете, что человек поступил очень плохо. Если вы с уверенностью можете сказать, что ответственности родителей здесь нет, есть только его ответственность, то вы можете попросить его из дома. Потому что человек совершенно лишний, как правильно сказал мой коллега Андрей Смирнов. И, в принципе, ну, как бы обеспечивать себя, да, он может сам. Вполне. Поэтому, ну, тут вот такой аспект. С другой стороны, с другой стороны, если постараться понять человека, потому что он не мог дать, ну, вот, ответ, да, внятный. А если он не мог дать внятный ответ, значит, скорее всего, там какой-то конфликт есть внутренний у него. Вот. Соответственно, можно попытаться понять человека. Вот. Но делать это, конечно, желательно искренне. Вот. Так же я хочу отметить, что не совсем ясен контекст, вот знаете, контекст именно этой ситуации. То есть, на первый взгляд, вроде бы, да, всё понятно. То есть, он смысл, что... Человек украл. Родители, деньги. Вот. Но... Что он хотел? Да. Чего ему не хватает? Спрашивали ли вы его об этом? Понимаете? А как с ним взаимодействуют родители вообще? То есть, как они к нему относятся? Как себя чувствует ребёнок в родительской... ну, в родительской... семье. Понимаете? То есть, это, мне кажется, очень важная история. Это очень важный момент. В родство, в подростковом возрасте, если это не какая-то, вот знаете, такая, ну, организованная преступность, что да? В родство это, вообще-то всегда, компенсация. Это компенсация, ну, каких-то вещей, чего-то, чего человек не получал. Понимаете? И мне кажется, мне кажется, что очень важно, вот, отдавать в этом отсчёт, да? То есть, не торопиться, ну, сцедить человека, вот. Понимаете? Понимаете? Не торопиться его как-то вот осуждать за то, что он сделал. Вы так говорите, знаете, значит, наказать, да, там, процессуально и прочее. То есть, ну, это не совсем подход семейный. Вот. И да, вы можете сказать, что, типа, он поступил тоже нехорошо, когда, соответственно, украл. Но ещё раз повторяю, очень важный контекст. В родство это такое вот сублимированное желание без любви. Иногда бывает. Иногда это подрывно сбит значимым, значимым, ценным и важным. Такое тоже бывает. Вот. И мне кажется, если не учесть, вот, данные моменты, если не учесть их, то наказание, ну, ничего хорошего не даст. Вот. А если человеку не стыдно, допустим, если человеку не стыдно, если человек не раскаивается в том, что он сделал, да, если родители не, ну, как-то вот не донесли до него, что то, что он сделал, это не то, чтобы плохо. Это просто вот, ну, недостойно, да, скажем так. Если родители не смогли до него это донести, то его, как бы, ну, его отработка, да, она ничего хорошего не даст. Вообще. Вот. Поэтому, жить как жить, просто не доверять, то есть, сказать ему о том, что, ну, что мы не можем доверять тебе после тех, ну, событий, которые произошли, да, мы тебе, ну, не способны, ну, не можем. Доверять, короче, пока. Вот. И, соответственно, там, попросить у человека, допустим, что это сделать, чтобы вы поверили. А до тех пор никакой помощи, никакого содержания его, да, никаких, там, денежных вкладов в него и прочее, 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 вот. Вот. Но вот это нужно делать, ну, беззлобно. Понимаете? Вот. то есть, ну, грубо говоря, если это делать со злобой, если это делать вот именно с негативом каким-то, то, ну, ничего хорошего не будет. Вы понимаете? То есть, вот вы, это всё-таки речь идёт о родном человеке, не о чужом. Ну, и последнее, это нужно определить, кто вы, как вы во всей этой ситуации заинтересованы, если вы родственник какой, и почему обращаетесь, что вы, а не родители. Вот. И, соответственно, какая ваша во всем этом роль. То есть, тоже очень, очень важно. Это понятно. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.